Как работает Гомсельмаш и какие проблемы хваляют его работников? Сегодня генеральный прокурор Беларуси наведал предприемство и провел прием граждан. Первый визит Александра Канюка на вытворчасть стал выниковым, а диалог с коллективом – конструктивным. Марина Джалая с подробностями. Первая година визита Александра Канюка на Гомсельмаш агляд предприемства и выставочной территории. Уражение генерального прокурора становится высокотехнологичной вытворчасть, с новой линейки комбайновики отправляются на палетки некольких десятков Украин. Достойная зарплата для работников – приклад для многих. Предприятие работает с колес, вся техника. Сейчас, может быть, это связано с тем, что такой напряженный период, уборочная кампания. Вся техника расходится, работает под предоплате. Да, есть проблемы с закредитованностью, но для этого есть правительство, которое примет свои решения. А что касается работы предприятия, люди получают зарплату. Это предприятие очень высокого технологического уровня, насколько я это понимаю, даже как юрист. Сразумело, на заводе не без проблем. Протерминованная дебиторская запозиченность перевышает 20 миллионов долларов. У должниках – 11 краин. 56% долгу – за Китаем. Запозиченность есть так само у российских, сербских, казахских контрагентов. У основном протерминованная оплата преподает на перед гандлевых относинов с 2012 по 2018 годы. В опошний час таких ситуаций мкнуться не допускать. Вариант выясняется – работа по передоплате. С просьбой, допомогавшись погнать запозиченность, до генерального прокурора звернулись под час приема. Естественно, мы обращаемся и в судебные инстанции, но помощь прокуратуры, особенно генерального прокурора, в такой стадии, она просто и подстегивает наших контрагентов. Они понимают, что просто так это им не сойдет с рук, что дело может закончиться, скорее всего, и закончится уголовным процессом. Поэтому эта помощь, я считаю, крайне необходима и принесет свой положительный результат. На властном приеме были сопротивленники предприемства, которые опросили Александра Конюка об допомоге в решении больше особистых проблем. Например, работница Гомсельмаша Валентина Сушене поскорбилась, что побольше с Батьковским домом, который находится в Любанском районе Миншины, приватник открыл пилораму и шум стоит что день. Александр Конюк дал доручение о разобраться у ситуации. И навод, когда бизнес ожидаяется по закону, можно будет домовиться с предприемником об изменении графика работы, чтобы люди имели махчимость по выходных отпочивать от гушных гуков. Прошу вмешаться в прокуратуру, рассмотреть законность выделения места под размещение пилорамы и убрать ее с территории жилого поселка, потому что это нарушает мои права по отдыху и моей семье. Сирот узнятых тем так само блогерство, фейки и образы, что з'являются в интернете. Комментаторы, которые не просто выказывают свои думки, а мают докладный намер зняважить погляды инжих корыстальников, могут отримать не только администрационное, а и криминальное покарание. Я довольно активно слежу за теми событиями, которые происходят в социальных сетях. Это моя обязанность. Я обязан знать ситуацию. И должен сказать, что в последнее время шквал различных сообщений. Тут различные вариации, я уже не буду их называть. В интернете. Но, к сожалению, иногда имеют место и оскорбления, клевета. Просто навал. Я понимаю еще конструктивную критику, когда она есть. Но когда просто идут оскорбления безосновательные, даже и нецензурная брань, то эти люди должны понимать, что это так без ответа не останется. Некоторые полагают, что они все это тайно сделают. Есть основания, есть специальные методы выявления. Поэтому надо на это обратить внимание всех пользователей, всех тех, кто пользуется интернетом. По словам Александра Конюка, важно знайомиться с ситуацией, настроем людей на местах. Приезжать у региональной организации на вытворчасти. Не каждый человек мает махшимость отправиться на приему в Минск. А такие встречи наближают керовников до разумения того, чем живут люди, и какие проблемы им требуется помочь вырешить. Марина Джала, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель».